В Славянском районе есть чем и кем гордиться. Немало беззаветных тружеников, прекрасных руководителей внесли свой вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, в том числе и в сфере образования. В их числе почетный гражданин Славянска-на-Кубани, заслуженный учитель школы Российской Федерации Николай Михайлович Кореневский. Была открыта мемориальная доска в его память. Мы побывали на торжественном мероприятии в Славянском электротехнологическом техникуме, посвященном открытию памятной доски почетного гражданина нашего города, директора профессионального училища 45 Николая Михайловича Кореневского, который возглавлял это учебное учреждение в течение более 22 лет. Его вклад в развитие училища трудно переоценить. Коллективом было принято решение об увековечивании памяти человека, который долгие годы руководил профессиональным училищем 45, который был мудрым наставником и учителем, который был созидателем. Речь о Николае Михайловиче Кореневске. Принято решение открыть мемориальную табличку на здании, которое было построено при его непосредственном участии под его руководством. Хранить благодарную память о тех, кто самоотверженно работал на общее благо – наш нравственный долг. В основе «Славый район» жизнь, поступки, действия, работа нашей земли, тех людей, которые своими именами создавали «Славый район». Мне посчастливилось, довелось работать вместе с Николаем Михайловичем. Я горд тем, что мне повезло. Это человек глыба, это мощный руководитель, это великолепный организатор, это просто отец вот этого учреждения, который болел за свое дело, переживал и всего себя отдал. Вот таких, как вы, ребята, которые приходили сюда получать рабочую профессию, он видел тот рабочий класс, на плечах которого держится страна, держится край, держится район. То, что вы, трактористы, машинисты, механизаторы, швеи, повара, вы те, от кого зависит величие нашей страны. Вот с величайшим уважением относился к вам, к вашим предшественникам. Принять участие в открытии памятной доски пришли родственники, коллеги, сотрудники и студенты сета, общественники. Особенно трогательным это событие стало, конечно, для родных Николая Кореневского. И вот мы благодарны, что училище, город, край, все вместе, люди, студенты оценили такой поступок их, что увековечить память бывшего директора, который тоже очень ценил людей, любил людей. И своим коллегам, и своим ученикам желал добра. Много у него сирот здесь, неправильно его назвали, как отцом. Он за них болел, беспокоился, волновался, когда они заканчивали, уходили, где работали и как работали. После открытия мемориальной доски состоялось возложение цветов. Имя труженика, прекрасного педагога и настоящего патриота станет для студентов Славянского электротехнологического техникума и всех славянцев примером служения своей родине. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...